ну что попробуем такой быстрый этюд возьмем к примеру осеньки ну тоже как всегда начинаем с фона какое-то заполнение какие-то наметки где стебельки где цветочки представим что такой небольшой букет василько вот я смотрю повторить практически невозможно то есть надо просто понять что происходит да не ну а здесь и не надо пытаться повторять потому что это стиль письма такая сама по себе свободная поэтому тут надо иметь свои движения и наработать свое вообще свое письмо свое видение наверно ну виде и видение само собой конечно но все равно каждого человека рука будет по-своему двигаться и не надо пытаться вот все эти движения повторять просто надо понять суть вот такого письма что здесь не надо привязываться конкретно точно натуре что вот я буду прямо повторять как там цветочек лежит такое цветочек нарисую тут главное ощущение то есть сначала вот улавливается вот эта вся масса цветов да и передается частному заполнять большими плоскостями большими цветами белую часть белую часть холста ты специально оставил чтобы туда уже дать более светлые правильно понимаю ну там предполагается да что будут более светлые поэтому есть бы я заранее туда например нес бы уже темные цвета то потом трудно было бы мне все это высветлять иногда пропадает чистота цвета вот когда за один раз все это переписывается мы будем много краплака вот серединке васильков примерно такого цвета в общем дальше все больше и больше насыщаем вот по письму каждого тоже появится свою своя скорость письма тоже не надо пытаться вот это все специально медленно или специально быстро делать каждый человек имеет свой темперамент соответственно свой опыт письма появится но ты очень быстро пишешь начинаем уже немножко детализировать то есть как бы разбиваешь уже на отдельные цветочки вот эту массу да да уже где-то прорисовка отдельного цветка где-то это может быть в общем как может и не нужно этой прорисовки но все это по ходу где как смотрится где-то мы можем оставить даже эти не закрашенные части холста где-то в тенях усиливаем или наоборот потом теняем какая-то Здорово. То есть ты можешь еще добавлять какие-то цветочки, да, отдельные, то есть изменять вот эту общую массу? Да, да, конечно. Смотрим, как по композиции. Чего-то не хватает, где-то сибельков не хватает. И все время мы не останавливаемся вот на этой композиции. Где-то можем добавить, где-то убавить. Постоянно происходит работа над всем. И над композицией, и над рисунком, и над цветом. Это я вот мастихинчиком чуть-чуть так прошелся. Это тоже такой своеобразный инструмент. Что им можно делать мастихинчиком? Ну, вообще, конечно, мастихинчиком можно вообще. Вот и до написать картинку одним мастихином. Ну, это, конечно, отдельная тема. Ну, вот ты сейчас можешь еще что-нибудь сделать мастихином? Ну, вот, попробуем. Я просто это покажу, как, что за инструмент. Ну, конечно, стиль письма там немножко другой. И вот, может быть, в будущем мы попробуем какой-то курс мастихином написать. Вот такие кусочки краски вешаются, да, отдельно? Да. Эффект мастеяна в том, что им можно положить краску плоско и пастузно, и в то же время плоско. И они, так как на них не будет следов от киси, они будут иметь совсем другой эффект. Этого маста будет. Вот в этом его особенность. То есть, вот ты положил несколько линий, вот типа стеблей, да? Да, где-то вот боковинкой мастихина я вот какие-то линии положил. Ну, это частично я применил, чтобы вообще сказать, что есть такой инструмент. Некоторые об этом не знают. Вообще знают и даже просят что-то сделать. Вот. Некоторые этим пользуются только для очистки палитры. Ну, им можно вписать, заменить кисточки. Пройдёмся по фону. У нас там кое-где излишний холст просвечивает. Вот как раз чуть-чуть там туда холодного цвета отбросим. Ну, и смотрим вот где-то в тенях. Там вот такие. Внутри чисто. Небесно-голубым. Совсем такой яркий пятно. Ну, чтоб так акцентировать. Вроде бы иногда в тени цвет настолько ярко горит. Насыщенность цвета. Кое-где таким вот светлым солнечным. Почти что можно на этом этапе завершить работу. Получился такой большой этюдик. Да, достаточно живенько. Поехали. Субтитры veterans